В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. 9 мая. Как Рязань отмечала День Победы. Открытие мотосезона. Ночные волки устроили большой мотопробег. И культуру в массы. Рязань посетил Владимир Мединский. Главное событие этой недели, безусловно, празднование Дня Победы. В Рязани шествие бессмертного полка побило все рекорды. На улице города, несмотря на пасмурную погоду, с фотографиями родственников вышли порядка 40 тысяч человек. У меня воевал дедушка Буров Петр Филатвич. В 43-м году был ранен, отправлен в госпиталь и потом домой. Скажите, пожалуйста, свою историю. У меня воевала мама Мороза Екатерины Степановны. В 20 лет она вошла на фронт. Прошла его, закончила в Киндзберге. Ну, умерлась совсем недавно. Поэтому, честь ее памяти, мы всегда участвуем в бессмертном полке. Три прадеда у меня воевали прапрадед, прабабушка и двоюродная прабабушка. Прабабушка встретила будущего мужа на фронте и все домой вернулись. Никто не погиб из них. Мой папа, Сыров Иван Захарович, воевал на Ленинградском фронте, закончил войну, работал директором школы. Но сейчас его, к сожалению, живых нет. Я очень горжусь своим отцом. Это очень важно. Мы сегодня являемся представителями тех, кто подарил нам жизнь. А это моя бабушка, летчица, которая прошла всю войну. И такие, как она, защищали наше небо. У меня воевали два дедушки. Они оба вернулись с войны. Один воевал на белорусском, другой на втором украинском. Это вот мой папа, Еременко Иван Федорович. Это прадедушка моей внучки, Александр Денисович Сафонов. Они прошли всю войну. К сожалению, у них нет живых. Но они живы. Они идут вместе с нами. И живы для всех. Не только для нас, значит, для всех. Они победители. Это моя прабабушка Чернавская Пелагея Никифоровна. Она была трудовиком. Рыла окопы на протяжении войны. Но когда она была на войне, она была примерно вот моего возраста. Прадед. Он был водителем, прошел всю войну. И пришлось так, что ездил через как раз Ладожское озеро, когда была блокада Ленинграда. Прадедушка наш. Да, нет, прадедушка мой дедушка. Головко Иван Михайлович. Ему было, получается, 21 год, когда началась война. Отправился на фронт, попал в танковые войска. И на танке доехал до Берлина. Мой дед воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Пропал без вести. Мы его до сих пор ищем. Он погиб 22 года. 22 октября 1944 года. Он был летчиком-истребителем. Ровными колоннами прошли по Первомайскому проспекту представители различных армейских формирований, внутренних служб, курсанты военных училищ, а также юноармейцы и казаки. Затем на площади Ленина прошли показательные выступления ансамбля барабанчи с Академией ФСИН, мастеров боевой подготовки крылатой пехоты и будущих спецназовцев. Продолжились празднования юбилейным 50-м смотром строевой песни. В праздновании Дня Победы приняли участие представители партии КПРФ. Дорогие рязанцы, от имени обкома КПРФ поздравляю вас с величайшим праздником – Днем Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. Для нас, для всех, это великая дата. Я думаю, в каждой семье есть свой герой той войны. К сожалению, не все из них дожили до победы. Мы храним в нашей душе память о них и гордимся их подвигом. Фашистам не удалось сломить боевой дух советского народа. Фронты и тыл, боевое подполье сплотились в единой борьбе и сумели защитить под красными знаменами под руководством коммунистической партии отстоять и защитить свободу и независимость нашей Родины. Коммунисты и комсомольцы первыми поднимались в атаку, чтобы человек труда мог чувствовать себя полноценным хозяином в своей стране. И очень важно, чтобы нынешняя молодежь знала и помнила, за что воевали их деды и прадеды. Для нас День Победы – это повод вспомнить великий подвиг и вспомнить, за что воевали наши дедушки, прадедушки, за те социальные завоевания, которые они отстаивали. День Победы – это великий праздник, это освобождение от фашизма, освобождение от фашизма нашего народа, освобождение от фашизма народов Европы. Для меня День Победы – это День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В 6 часов вечера в Рязань вернулись офицеры и курсанты Воздушно-десантного училища, принимавшие участие в главном параде Победы в Москве. В этом году по брусчатке Красной площади прошли сразу два парадных расчета – порядка 400 человек. Я по свету немало качалал, жил земляк, как могло покрытили. Колонна десантников с песнями направилась до ворот родного вуза по центральным улицам города. Рязанцы встречали колонну на всем пути ее следования аплодисментами и радостными возгласами. Завершились празднования концертом на Площади Победы. Здесь выступила группа Любе и затем прогремели залпы фейерверка. К другим темам. Патриарх Кирилл на этой неделе посетил Рязанскую область. Предстоятель Православной Церкви побывал в Касимовских храмах и встретился с прихожанами. 7 мая состоялся долгожданный визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Касимовскую землю. В первую очередь он посетил Ставропегиальный женский Никольский монастырь в селе Шости, где осветил три престола. Этот монастырь был заново образован в 90-е годы прошлого столетия. За сравнительно короткое время он обрел большую популярность. Сюда приезжают паломники из Рязанской области, из Москвы, других городов и, конечно же, из Касимова. Очень обрадовались, когда узнали, что к нам в район приезжает святейший патриарх. Долго собирались. Дорога сюда, конечно, тяжеловата с ребенком. Монастырь в Шости поначалу зарождался как патриарший подворья Московского за иконо-спасского монастыря и совсем недавно получил самостоятельный статус. На богослужении патриарх Кирилл возвел его настоятельницу-монахиню Неонилу в Сан-Игумене и вручил игуменский жезл. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Апсия! 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 Приезд патриарха – это всегда удивительное, замечательное событие. Замечательно, что сегодня он на Касимовской земле, земле, которая славится своей духовностью. Городских властей в Шости не было, а Касимовского мэра Федора Провоторова сотрудники ФСО просто не пропустили. Напомним, что первый визит предстоят для православной церкви патриарха Алексии II состоялся в юбилейный для Касимова 2002 год, когда был освящен Вознесенский собор. В этом году касимовцы заранее пришли в собор. Кто за полтора часа до встречи с патриархом, а кто-то остался здесь после службы, чтобы услышать патриаршие слова. С особым чувством я вступил на Касимовскую землю. Я много слышал об этом городе, о вере его жителей, о новоучениках Касимовской, о выдающихся пастырях, которые здесь трудились. Но я представить себе не мог всю красоту этого города. И замечательные храмы, которые еще чудом сохранились и восстанавливаются. Но самое главное, в каждом храме сокровищем является не стены, а верующий народ. Епископ Касимовский Исасовский Дионисий преподнес в дар высокому гостю современную копию с картины 17 века с изображением города Касимова. Патриарх передал собору икону преподобного Серафима Вырецкого, а участникам встречи – иконки Казанской Божьей Матери с патриаршем благословением. А в пятницу Рязань посетил министр культуры страны Владимир Мединский. Областной центр стал площадкой для проведения координационного совета по культуре. Доступность учреждения культуры для жителей малых городов и сельской местности стала основным поводом для встречи. 12 мая прошел координационный совет по культуре и начался он в прямом смысле с высоких нот. Выставка, которая открылась в Рязанской филармонии, была посвящена российским усадьбам и проходила под аккомпанемент арфы, скрипки и гитары. На стендах были представлены 15 субъектов Российской Федерации с 16 историями о великих людях страны, информация о жизни которых теперь хранится в том числе в стенах их усадеб. Надо сказать, что на территории Рязанской области тоже присутствуют уникальнейшие усадьбы, они здесь представлены. Что касается крупных городов, сейчас идет активная работа по строительству и запуску в эксплуатацию больших культурных досуговых центров современного образца. Несколько крупных проектов уже успешно работают. Министр культуры Российской Федерации пояснил, что в малых городах программа будет реализовываться иначе. Тема, которая обсуждается сегодня, она тема актуальна для всех регионов России, потому что Россия – это страна-провинция, страна необъятная. И понимая, что с одной стороны мы, конечно, гордимся нашими главными, любимыми федеральными учреждениями культуры, театрами, музеями, но задача Министерства культуры – это развитие культуры по всей стране. Поэтому новый подход к созданию сельских ДК, к строительству, модернизации и, самое главное, к наполнению – это как раз тема сегодняшнего совещания. Министерство обещало нам поддержку всяческую, потому что действительно сейчас на подъеме эта работа, последние совершенно несколько лет, когда мы видим, все видим, причем в каждом регионе, что к культуре отношения поменялось, что действительно финансирование появилось, что строятся и ремонтируются дома культуры, что все идет в глубинку нашу, что люди могут теперь получать вот эти культурные услуги, приобщаться к культуре, организовывать свой досуг в стационарных линиях, в каких-то передвижных формах, но, тем не менее, это идет. Следующим этапом станет координационный совет по туризму. И если представители всех регионов также лаконично смогут донести до своих жителей информацию о других городах, внутренний туризм, возможно, станет одним из любимых занятий россиян. Вот чем может поделиться Самарская область. Тот опыт, которым делятся собравшиеся в эти дни, неоценим для развития культуры и туризма в регионах, а также повышение качества жизни граждан и сохранение исторического наследия. К празднованию Дня Победы приурочили открытие мотосезона в Рязани. Участниками праздника стали сотни мотоциклистов из области и соседних регионов. Открытие мотосезона – значимое событие для любителей двухколесного транспорта. И в нем с каждым годом принимает участие все большее количество байкеров. Особенность этого сезона в нашем городе – его открыли легендарные ночные волки. Они устроили мотопробег по центру города. Громкий старт нового сезона – мотопробег в Рязани. По центру города проехали сотни байкеров. Впервые в областном центре мотосезона открывали ночные волки. Всем русским мотоциклистам я хочу дать, чтобы они ездили, радовали жизни. Этой чудесной весенней погоде, природе. Чтобы они все были, самое главное, ездили, все были целы и здоровы. Перед стартом традиционная встреча. После долгой зимы давние друзья рады друг другу. Этого момента мотоциклисты ждали всю зиму. И сегодняшний день – это не просто официальное открытие мотосезона, но и встреча братьев, друзей и единомышленников. Всю зиму ждали, готовились, собирались, планировали поездки, планировали путешествия. Но весна ранняя, выкатились рано. Но вот открытие сезона у Волков первое. Мы приехали к ним в гости посмотреть, поучаствовать, с ними прокатиться. Это наши друзья, тут все наши братья. На площадке перед планетарием все больше и больше брутальных людей в косухах на больших, цветных, спортивных. Такое разнообразие мотоциклов в одном месте действительно событие редкое. Это моя супруга еще как бы в молодости. И так как я и она, мы служили в военно-воздушных силах. И как бы отображено это здесь. Пушкин, Тверь, Тула, Нижний Новгород. Некоторым пришлось преодолеть не одну сотню километров. Но таковы традиции. Поздравлять с открытием мотосезона у Волков принято наведываясь в гости друг к другу. На протяжении многих лет партнер открытия мотосезона в Рязани – компания «Твой скутер». Господа автомобилисты, будьте внимательны. Мы выехали на дорогу. Будьте бдительны, взаимовежливы. Господа мотоциклисты, уважайте других участников дорожного движения. Помните, тише едешь – дальше будешь. Быстро поедешь – медленно понесут. Поспешишь – людей насмешишь. Мы задали всем один и тот же вопрос. В чем главный принцип безопасной езды? И каждый озвучил одну и ту же мысль. Спиндары все равны. Единственное, что автомобилисты немножко забывают иногда, что у них все-таки четыре колеса. И вокруг слой железа для безопасности. Поэтому, если где-то произойдет какое-то столкновение, даже касание, то машина, самое максимум – это покрасить красочку. А мотоциклист – это касание. Это травма, как минимум. А возможно, жизнь. Установку на безаварийную и безопасную езду мотоциклы получили у священника. По традиции сезон начинают с благословения. Погода благоволила мотоциклистам. Поэтому колонна получилась действительно впечатляющей. Целый табун железных коней проделал путь через весь город в Солочу. Вести колонну – задача не из простых. Самые опытные мотоциклисты, капитаны дорог, берегут целостность колонны, перекрывают второстепенные дороги, чтобы автомобили не нарушили строгий порядок заезда. Если машина выезжает со второстепенной дороги, либо на перекрестке, то есть специальные люди отсекают на перекрестках, чтобы на красный, на зеленый свет, то есть не выскочили и не разбили колонну. Управлять ей не сложно. Еще одна фишка – зверь-машина от байкеров или Мэдмакс. Легендарный бензовоз прибыл в Рязань из Москвы и сопровождал колонну до Солоча. Об этой машине ходят легенды, а ее появление на дорогах вызывает страх у обычных автомобилистов. Грузовик «Безумный Макс» – непременный атрибут всех крупных байкерских тусовок. Мотоклуб русского духа и патриотов. Именно так ночные волки позиционируют себя. Поддержку члена самого популярного байкерского клуба получили даже у президента. Одно из главных направлений деятельности волков – паломнические поездки и благотворительность. Региональное отделение в Рязани появилось совсем недавно, в январе этого года. Не каждый может жертвовать своим личным временем. Потому что мы ведем, помимо общественной работы, мы помогаем детским домам, ездим, помогаем, собираем гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса. Несмотря на брутальный вид, байкеры – люди добродушные и веселые, романтики больших дорог. И все-таки оно существует – главное правило мотоциклиста. И звучит так – за все, что происходит с тобой на дороге отвечаешь только ты сам. Конечно, это относится к чему и кому угодно. Но на скорости в 120 км в час в салоне чувствуешь себя гораздо более защищенным, нежели в седле мотоцикла. Об этом стоит помнить и автомобилистам. Письмо из прошлого в Рязанском радиоуниверситете вскрыли капсулу советских времен с пожеланиями потомкам. Ее заложили 50 лет назад. Студенты радиоуниверситета ждали этого события с нетерпением. Ведь шанс заглянуть в прошлое выпадает крайне редко. Если для жителей других городов России День радио – это просто еще одна галочка в череде многочисленных памятных дат, то для Рязани это самый настоящий праздник. И все благодаря Радиотехническому университету, который в этом году отмечает 65 лет с момента образования. Торжественные мероприятия в ВУЗе начались с самого утра, с работы ученого совета. Его почепным гостем стал депутат Государственной думы от фракции ЛДПР, первый заместитель председателя по обороне Александр Шерин. Депутат поздравил преподавательский состав ВУЗа с Днем радио и юбилеем. Я уверен, что действительно Ваш ВУЗ вносит существенную интеллектуальную составляющую в наш регион. Он дает возможность большему количеству людей приехать и знать о нашем прекрасном городе и регионе. И Вы действительно уйдете славную историю нашего государства и огромное количество выдающихся выпускников. Сейчас называется радиотехнический университет. В свое время выпускники института, академии, во все времена, они действительно поздравляют Ваш, наш замечательный, прекрасный возраст. Александр Шерин отметил, что в Государственной думе наконец-то появился такой документ, как благодарность депутата. И 7 мая именно представители радиотехнического университета первыми получили эту благодарность из рук депутата за стремление постоянно идти в ногу со временем и личный вклад в формирование духовных и нравственных ценностей студентов. А тем временем перед главным зданием ВУЗа людей становилось все больше и больше. Среди пришедших выпускники радиотехнического университета разных лет. В том числе и те, кто окончил бакалавриат и продолжает обучение в магистратуре. Ощущения не те, что когда ты был на курсах, когда ты приходил сюда и видел, как много народа приходит, как они ценят этот праздник. Конечно, хочется сохранить эту традицию, приходить сюда с группой и через много лет встречаться. Но сейчас, к сожалению, очень мало одногруппников пришло. Но я надеюсь, что через 10 лет будет много людей. 7 мая – праздник, объединяющий сразу несколько поколений. Для тех, кто совсем недавно окончил радиотехнический университет, это возможность встретиться и пообщаться с друзьями и преподавателями. Ну а для более старшего поколения 7 мая – это путешествие в молодость. Поскольку сейчас я и живу здесь недалеко, мне небольшого труда составляет каждую весну в этот день сюда подойти. И я как бы ощущаю себя студентом, когда мы жили в общаге, когда очень дружили, когда это были другие времена. Сейчас все немного изменилось. А вот Александр Соколов приехал из Архангельска на 45-летие своего выпуска. Кстати, он прекрасно помнит, как полвека назад на студенческой конференции, посвященной 50-летию советской радиотехники, закладывали капсулу с посланием потомкам. И вот эту капсулу зачитали. Я вот плохо помню текст, но там что-то связанное с коммунизмом было. Слово такое было. И зачитали, завернули и замуровали под бурные аплодисменты, фотографировались тогда. Но тогда обсуждали, и это было знаковое событие в институте и даже во всем городе. Именно в этом году студенты 21 века наконец смогли прочесть послание 50-летней давности. Капсула была замурована в стене на первом этаже здания. На ее извлечение потратили немало времени и сил. При этом присутствовали десятки людей, сумевших протиснуться внутрь помещения. А затем послание было торжественно зачитано всем собравшимся выпускникам. В нем студенты 67-го года главным образом рассказывали о том, как устроен их институт и какой жизнью живут они. Также в послании из прошлого выражалась надежда, что в 2017 году вуз станет еще более крупным и совершенным. Однако студентам будущего советуют не зазнаваться и помнить, что именно отцы и деды создали то великое будущее, в котором живут современники. Конец письма сопровождался семью нерасшифрованными подписями. Ну а в начале нового учебного года студенты Радиотехнического университета напишут еще одно письмо. К потомкам в 2067 год изумруют его в стенах университета. 15 медалей на двоих. Сестры-двойняшки из Рязани в начале мая участвовали в международных соревнованиях по карате и завоевали все возможные награды. Скоро у них очередной чемпионат и в перерыве между сборами наша съемочная группа успела застать девушек в городе. Девочки Старцевые в свои 14 лет заканчивают 9 класс общей образовательной школы. 4 экзамена ОГЭ – стресс для всех учеников и родителей, но не для этих девчонок. Географию они сдавали досрочно, потому что должны были отправиться в Болгарию на чемпионат мира. Спешили на поезд настолько, что написали тест очень быстро и все равно получили высшие отметки. В Болгарию девчонки спешили не зря. Это был чемпионат мира. Сначала в Болгарию мы ездили, а потом в Италию. В Болгарии было като и кумите. Кумите было два вида – шобу-упон и ВКФ кумите. А като – обычный. Соревнования проходили в морской столице Болгарии, в городе Варна. Учитывая количество категорий, устроители очень грамотно раскидали их, так чтобы до 21 часа соревновательный день завершился без задержек. На чемпионате были представлены 22 страны, правда многие по одному участнику, а вот Румыния отличилась хорошей сплоченной организованной командой и стала безусловным лидером по количеству медалей в копилке. Наша страна представила 12 спортсменов и 16 медалей мы смогли отвоевать. Большинство из них – заслуга двойняшек из Рязани. Соревнования проходили на пяти татами, очень оперативно и без лишних, раздражающих пауз, как говорится, в дружеской обстановке. Идеальный распорядок, четкая и логичная смена категорий, предсказуемость и, соответственно, отсутствие напряженного ожидания следующей категории. Нужно тренироваться очень упорно, каждый день, по вечерам и бегаем, и после тренировки мы еще раз занимаемся. Просыпаться нужно в хорошем настроении. А на чемпионате мира в Италии девочки и вовсе показали себя героически. Когда девчонки приехали в Италию, то есть у нас разделялись соревнования на два дня. То есть первый день мы выступали катой, командной катой, а второй день был день кумите. И вот когда выступали в кумите, то в личке произошел такой неприятный момент, что Виктория потянула скину. Тренера использовали свои способы. Кто-то потянул, кто-то развернул, кто-то подложил, кто-то дал полежать. Она преодолела свои вот эти болевые ощущения. То есть сначала еле вышла на поклон на татами просто на момент настроения, а потом зашла и выиграла. То есть с четким счетом 5-1, 5-3. То есть чем вызвало просто восхищение ребят, которые потом из нашей команды и из команды соперников приходили просто и выражали респект. Мама двойняшек Вероника не скрывает гордости. Еще бы, отличницы учебы, занимаются в музыкальной школе, достижения в спорте высоки. Но это не только заслуга талантливых девчонок. Вклад мамы в такие результаты незрим, но велик. Мы не занимались, мы от всего получали удовольствие. То есть можно учить ребенка, можно с ним играть. Играть музыку, играть спорт. Когда он потом видит уже о том, что где-то он начинает выигрывать, где-то он явно лучше других, то есть это само собой уже подогревает его интерес. Мне, конечно, очень хотелось найти изначально то, что им подходит. То есть то, что им нравится. И не пропустить тот момент, который в них вот откуда-то свыше заложен, чтобы его тоже успеть развить. Кроме того, присутствует соревновательный момент. Так сказать, здоровая конкуренция. Получается, у одной не хочет отставать и другая. К счастью, между собой бороться на татами девочкам не приходится. Нам было три с половиной года. Нас никуда не брали. Сначала нас мама отдала на гимнастику. Дальше она поняла, что это не наше. Мы пошли в каратэ. Сначала меня брать не хотели. Взяли в комплекте с Викой. А потом оказалось то, что я даже начала ее выигрывать. Впереди у них сборы и чемпионат мира в Сербии. До этого они сдадут оставшиеся школьные экзамены. А также много побед и завоеваний в их жизни, которые только начинаются. Наша телекомпания желает девчонкам успехов и будет с удовольствием следить за их спортивной карьерой и дальше. В честь Дня Победы в Рязани прошел традиционный автокросс. В нем приняли участие почти 90 пилотов из семи регионов страны. В скорости и мастерстве вождения соревновались водители крошечных багов и огромные зилы. Чем еще рязанцам запомнились гонки, расскажет Галина Ершова. Рев моторов, высокие скорости и пыль дороги. Извилистая грунтовая трасса в селе Семеновское вновь приковала к себе внимание рязанцев. В эти выходные здесь 52-й раз стартовал автокросс в честь Дня Победы. Пилоты соревновались в семи дисциплинах. Самыми востребованными стали классические автомобили. В этой категории заявилось больше 20 пилотов. Всего же в кроссе приняли участие около 90 спортсменов, а болели за них почти 3000 зрителей. Отличная гонка, отличная погода. Интересно, особенно нравится гонка с грузовиками, потому что очень впечатляющее зрелище, конечно. Мне больше с ВАЗами понравилась гонка. Они там все переворачивались, так летали быстро. Очень ждем, скажем так, эффектные гонки. Коварная трасса действительно преподнесла множество сюрпризов. Гонщикам не просто нужно было преодолеть 1200 метров резких поворотов, справиться с перепадом высот в 15 метров, но и обогнать соперников, которые не привыкли уступать. В категории Т4-1 это удалось сделать молодому рязанцу. Андрей Соколов тренируется уже 7 лет и за это время успел завоевать звание кандидата в мастера спорта. Ну я даже не ожидал. Я первый раз выехал на этой машине, до этого выступал на ГАЗ-51. Вот год собирал машину, думал, ну, край в тройку войти. Ну, получилось вот так, как получилось. Крыли, конечно, сначала. Закрывали, не давали проехать. Ну, потихонечку, потихонечку. Свою машину Андрей Соколов купил всего за 10 тысяч и превратил разбитую коломагу в настоящий гоночный автомобиль. Таких умельцев в Рязани немало. Регулярно тренируются более 50 спортсменов. Секрет в доступности. Гоночный автомобиль отличается от обычного облегченным каркасом, усиленной рамой и легкой модификацией мотора. Но это только на первый взгляд. Можно взять уцененные эти автомобили, которые по ротации идут. То есть старые сдаешь, новые покупаешь. Ну, за 3 тысячи на свалке покупают, делают, каркас ставят, и можно ехать. Ну, конечно, это поначалу. А затем, чтобы быстро ехать, надо в него очень много вложить денег. Огромную скорость и мастерство вождения показали водители из Ульяновска. Это одна из самых многочисленных команд турнира. Спортсмены приехали специально для участия в третьем этапе Чемпионата России по гонкам на УАЗах, который прошел в рамках автокросса. Для Виталия Параненко все впервые. Опытный спортсмен раньше выступал в совершенно другой дисциплине – ралли-рейде. Гонка на длинную дистанцию. И нужно, во-первых, и свои силы разложить, и машину знать, чтобы она доехала именно до финиша, там спустя 300-400 километров. А здесь все решается, грубо говоря, в эти 10 минут. И здесь либо да, либо нет. Всего в Чемпионате России 8 этапов, 2 из которых проходят в Рязани. Поэтому спортсмены вновь вернутся на уже знакомую трассу в селе Семеновское этой осенью. А рязанцев ждет не менее яркая и запоминающаяся гонка. На этом у меня все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте. город62.тв Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам хороших выходных. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте.